здравия уважаемые слушатели и зрители народного славянского радио 6 февраля 2023 года на восемьдесят первом году ушел из жизни советский российский философ специалист по философским вопросам естествознания доктор философских наук историк профессор российской академии естественных наук чудинов валерий алексеевич как говорят люди близко знавший валерия алексеевича он был гениальным человеком нашего времени мне повезло познакомиться с ним лично и совместно записать несколько передач доброго здравия вам валерий алексеевич и вам того же доброго здравия нам стало известно что совсем скоро буквально на днях 30 июня наступает ваш юбилейный день рождения и и сегодня речь в нашей беседе пойдет о годах именно с 1942 по 1957 год это годы которые очень важны для вас и для нашей страны так вот сорок второй год великая отечественная война в самом разгаре это очень тяжелое время и для народа для нашей страны но тем не менее жизнь продолжается люди любят рожают детей вот есть ли какая-то семейная история предания по поводу вашего появления на свет но особой истории нет но вполне понятно мой отец как любой военно обязанный обязан был в сорок первом году пойти на военную службу ну и понятно так сказать что я появился летом сорок второго года так что тут все понятно но меня больше интересует нечто другое мне хотелось не столько рассказать о традициях своей семьи и о моих детских впечатлениях сколько показать тот быт в котором мы находились потому что этот быт очень сильно отличался от того чем вот мы сегодня занимаемся и какой быт у нас сегодня говорят что человек еще до рождения знает когда и как он уйдет из жизни видимо валерий алексеевич предчувствовал свой скорый уход и подготовил для всех нас программу о своей жизни и жизни нашей страны в годы его детства эти годы замечательны тем что несмотря на большие трудности которые переживала наша страна нам старались сделать все так сказать с точки зрения советской власти чтобы люди жили нормально чтобы они как можно меньше ощущали вот эти тяготы войны ну безусловно тяготы были и кое-что я сегодня постараюсь показать что было замечательного вот в те годы какие люди были вот что вы помните ваши воспоминания о тех годах чем жили тогда люди ну во время войны конечно жили ощущением победы все желали этой победы но к сожалению она пришла не так быстро как хотелось бы и вы сами понимаете с чем это было связано но тем не менее ну вот я могу сказать скажем в детском саду все мальчики обязательно рисовали самолеты истребители конечно с красными звездами и падающие немецкие самолеты вот то есть понимаете вот патриотизм он был даже на уровне детского сада несмотря на его многие награды звания сотни тысячи изданных трудов валерий алексеевич произвел на меня впечатление простого в общении скромного человека я знаю что до своих последних дней жизни он вел активную общественную деятельность много трудился много трудов он посвятил исследованиям русского языка руницы прошлого нашей великой родины руси древних цивилизаций космической археологии я специально подобрал небольшую подборку надписи на самых разных планетах солнечной системы начал естественно с меркурия потом венера но я не стал включать луну чтобы не перекружать на луне тоже их полно этих надписей дальше как ни странно есть надписи не только на юпитере причем я до сих пор не понимаю вот там есть так называемое большое красное пятно это просто облака и вот как в течение более тысячи лет эти облака вот до сих пор циркулируют с надписями я не могу понять почему они так сказать не расползлись но они существуют и они показывают что вот там были русские люди земляне которые прилетели туда но в основном эти надписи конечно на марсе на марсе я тоже показываю есть такой большой марсианский каньон его протяженность более четырех тысяч километров четыре тысячи километров представляете ширина каньона 400 километров глубина до 7 километров все подписано по-русски вот возникает вопрос это кто сделали русский или скорее всего сами марсиане то есть с нашей техникой это ну я не знаю делать бы лет 30-40 а то и больше причем это неимоверность но представляете 7 километровая глубина это вот такую прорыть канаву у нас такого нет то есть вы понимаете когда я показываю как там выглядит ну допустим вышка вот французская эта самая вышка она едва заметно как выглядит океанический корабль он там едва едва виден но четыре с половиной тысячи километров вот такие вот надписи но их американцы стараются заглаживать то есть они все переименовали теперь оказывается вот это место где этот большой каньон он называется долина маринеров то есть в честь космических кораблей которые американцы послали но явно же это был большой каньон русских так почему бы не назвать так как как он назывался истори а вот чтобы русским ничего русского там не было все это надо изгнать потрясающе если вся солнечная система подписана именно на русском языке возникает вопрос когда это успели сделать очень хороший вопрос значит выясняется что это было в основном в эпоху рюрика но кое-что было сделано их до этого но к этому выводу я пришел тогда когда стал изучать а кто вообще живет на марсе выясняется что на марсе есть и земляне но там есть и жители планеты которая погибла задолго до марса это фаэтон может быть вы слышали такая планета была вот так что там проживали и фаэтонцы но и кроме того сами марсиане и оказывается какую бы планету мы не взяли на ней обязательно есть русские надписи к какому выводу мы приходим потому что все планеты солнечной системы подписаны по-русски то есть это не то что только в россии есть русский язык он есть на всех планетах солнечной системы вообще не слабый вывод правда наши слушатели и зрители узнали много интересных фактов из мира науки благодаря передачам с валерием алексеевичем так а петр петрович то что он изобрел какой-то новый вид бука папируса совершенно верно он изобрел не бук и не папирус он изобрел геном и на геноме он обнаружил надписи точнее не совсем так значит когда я стал смотреть что же он нашел он лазером просвечивал геном причем как выяснилось даже не человека а ха ха коровы вот и на этом геноме видно вспышка такая белая это облучение лазера и от него окружности ну понятно это так сказать дубликаты или реплики так сказать и вот они не совсем правильной формы какие-то действительно кольцообразные какие-то так сказать ну как бы совсем удачные и вот я внутри них заметил что там есть что-то похоже на темные ниточки и когда я это все усилил с помощью контраста выяснилось что там есть надпись а надписи на каком языке на русском дело в том что русский язык всегда был языком международного общения вот с этим никак не могут согласиться в российской академии наук что русский язык это древнейший язык международного общения это что получается что человек любой национальности англичанин француз может прочитать в своем геноме что-то на русском языке о себе безусловно но не о себе а о действиях наших войск эпохи рюрика то есть кусок нашей истории истории руси вовсе не истории испании там италии так далее когда-то русский язык был единственным мировым языком в том-то и дело это всячески пытаются отрицать но ну как вам говорится истинно упрямая вещь и вы ее не можете замазать вот поэтому скажем все пирамиды имеют русские надписи пирамиды были построены вовсе не какими-то там арабами но сами понимаете арабы и в наши дни не смогут построить ни одной пирамиды а уж чтобы они построили там тысячу лет назад сами понимаете а вот оказывается есть фотография пирамиды например 1865 год представляете и там все по-русски написано то есть на самом деле все пирамиды литые вот и как в крыму мы видели там вот отливки причем виден каждый ярус а внутри яруса видны определенные слои ну то есть слои делались примерно каждый год а ярус от яруса там от 10 до 15 лет проходило точно также и в египте все это понимаете то есть нам просто подменили историю вот а почему нам подменили историю потому что те века в которые у нас были вот эти достижения их объявили темными веками европейской истории вот как вам это нравится 11 февраля 2023 года у нас валерием алексеевичем была запланирована очередная запись передачи валерий алексеевич всегда очень тщательно подходил подготовки этих записей был полон идей и планов на продолжение сотрудничества подписывая мне свои книги в подарок он так описал с наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество он был очень внимателен к съемочной группе оператором очень уважительно отзывался о людях и проявлял заботу в моменты когда уходят из жизни знакомые близкие люди понимаешь что нам невозможно предсказать планов творца на нашу жизнь поэтому нужно радоваться каждому мгновению общения друг с другом жить и делать здесь и сейчас команда народного славянского радио говорит благодарим за сотрудничество валерий алексеевич светлая память и сварга причистая спасибо вам большое за высокую оценку моей деятельности